Как построить свое исследование так, чтобы заплатить меньше денег? Во-первых, исследовать самостоятельно. В любом случае, заказывая исследование, вы оплачиваете чужую работу. Она есть, и вы за нее платите. Работая самостоятельно, вы платите только себе и своим потраченным временем. Тем более, что исследование своей семейной истории легко превратить в приключения и даже такой своеобразный ботанский, ну давайте назвать вещи своими именами, вид отпуска в российских городах. Обращаться к онлайн-ресурсам тоже сэкономит вам денег. Их мало, только у некоторых архивов есть АИС, электронная система, дающая доступ к описям, еще реже к самим делам. Но если уж вы собираетесь в архив, узнайте о нем все. Потратив деньги на дорогу до архива, вы никак не сэкономите, а возможно еще и переплатите, так как не разбираясь в системе его работы, просидите там дольше, чем нанятый профессионал. Есть и некоторые сторонние сайты, в том числе зарубежные, где аккумулируются основные генеалогические документы из архивов. Подробнее ищите на форуме ВГД. Поиск в интернете. Я имею в виду не документов, а просто информации. Ну и серии, когда вы идете на память народа или забиваете свою фамилию в поисковике. Можно собрать много интересного. Что-то, если не выстрелит сейчас, то потом. Только важно не увлекаться гипотезами. Последовательно собранные документы. Вот кто расскажет правду. Завести генеалогическую программу. Если вы далеко продвинулись в исследовании, например, опросили родных о записи все еще на бумаге или в нарисованной от руки схеме, вы упускаете отличный шанс бесплатно или дешево продвинуться в поиске. О программах я снимала отдельное видео. Их польза неоценима, а на освоение нужно время, за которое как раз можно подкопить на платные шаги по поиску. Бартер. Любое доброе дело, которое обошлось вам в минимум временных затрат, например, посмотреть что-то в своей региональной библиотеке, найти могилу на кладбище своего города по четким указаниям и сфотографировать, может привести к тому, что человек будет готов сделать для вас что-то полезное в своем районе. Особо рассчитывать на это не стоит, но не предлагая никому помощь, сложно получить ее взамен. Как найти такого человека? Смотрите форумы, в интернете много мест, где объединяются люди, ищущие свои корни. Начните с ЗАГС. Да, это занудство и бюрократия. А еще часто эпоху ЗАГС, от 1917 до наших дней, можно проскочить довольно быстро, не обязательно же восстанавливать абсолютно все документы на каждого прямого предка. Но что делать, если пока нет средств и времени? Разбирайтесь с документами по 20 веку. Госпошлина в ЗАГС 250 или 350 рублей за документ, а за запросы денег не берут. Зато через 10-20 лет восстановить ранние документы по ЗАГС вам или вашим потомкам будет уже сложнее. Это нам сейчас кажется, что все очевидное лежит прямо за калиткой. Но будем надеяться, мы не последний, кто хочет знать больше о семейной истории. Про ЗАГС много нюансов, но важно то, что это можно сделать дистанционно. Не надо ехать в ЗАГС по месту жительства предков. Сделайте фотоальбом или начните писать книгу. Отсутствие возможности продвигать поиск очень удручает, если затягивается надолго. Так можно потерять интерес. Но ведь у вас под рукой масса материала, который не вписывается в строгие каноны генеалогических росписей и древ. Рассказы бабушки, например, или истории семейных реликвий. Пока можно заняться ими, архивы вас подождут. А теперь о том, что не работает. Привлечение однофамильцев. Иногда работает, но не так, как многие ожидают. Никто не бросится вам на помощь. Найти через такие группы товарища по работе, а не товарища по рассуждениям о том, что у вас ну точно есть дворянские или казачьи корни. Это очень редкий случай. Если решитесь, идите в Одноклассники или на профильные форумы. Без шуток, там шансов больше всего. Копирование чужих древ. Да, приятно, когда тебе дают все готовое. Но сто раз подумайте, присоединяя древо на генеалогическом сайте или заимствуя его у дальней родни или новых знакомых из интернета. Почему вы доверяете этой информации? Есть ли подтвержденная документальная связка между вами и этим древом? Поездки по местам проживания предков. Для них нужна подготовка. Если хотите строить древо, начинать надо с бумажек. Потом такая поездка даст вам в сто раз больше, чем просто вдохновение, если перед ней хотя бы год проведена соответствующая работа. ДНК. ДНК-исследование – это не современная форма генеалогии. Это отдельная ветвь работы для увлеченных поисками предков, которая может только дополнить существующее исследование, дать выход из тупика и даже стать основным хобби. Но делать ее в первую очередь не стоит, особенно в целях экономии.